Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я ее пристрелю! Сидеть! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Телохранитель, уважаемые! Это не профессия! Это образ жизни! И те из вас, кто решил стать телохранителем только потому, что это типа круто, глубоко ошибается! Я уверяю вас, что тот, кто пришел сюда, имея только эту мотивацию, очень скоро уйдет из профессии! Поверьте! А у тех, кто останется, скорее всего возникнут сложности в личной жизни! Со здоровьем могут появиться проблемы! Да и деньги грести лопатой тоже не придется! Так что тех, кто пришел сюда за романтикой, я попрошу покинуть аудиторию! Я готов! Поехали! Поехали! Значит, романтиков здесь нет! Ясно! Тогда, с вашего позволения, я начну! Есть весьма расхожее мнение, что телохранитель — это гора мускулов, крушащая железными кулаками всех подряд! Стреляющая от бедра из пистолета с большим стволом и бездумно закрывающая своим телом тело охраняемого им клиента! Так вот, все это — полная фигня! Запомните три позиции! Первая — телохранитель обязан предусмотреть угрозу! Позиция номер два — телохранитель обязан избежать проявления угрозы! И позиция номер три — телохранитель должен противостоять угрозе! Вывод! Телохранитель, скорее, аналитика не привык! Его главная задача — вовсе не поединок или, тем более, гибель от пули! Его главное оружие — это его голова и информация! Телохранитель обязан иметь всю информацию о своем клиенте! Только тогда он сможет предусмотреть угрозу и тем самым избежать ее! А значит, сохранить жизнь охраняемому клиенту! А заодно и себе, что, согласитесь, тоже совсем неплохо! Какие-то проблемы, Владимир Александрович? Что? У вас все в порядке? Владимир Александрович, если возникли какие-то проблемы, то лучше об этом рассказать сейчас! Я не совсем точно определил характер моей сегодняшней встречи! То есть? Дело в том, что человек, с которым у меня назначена встреча, не мой новый деловой партнер, как я вам говорил раньше! А кто? Довольно-таки серьезный, авторитетный человек! Бандит! Что вы! Вполне легальный бизнес! Но с глубокими криминальными связями! Я правильно понимаю ситуацию? Да, правильно! Цель вашей встречи с этим авторитетным человеком, он мой должник! Какого рода долг? Обыкновенного рода он мне должен в весьма приличную сумму денег! С его стороны к вам поступали угрозы? Нет! Прямых угроз не было! Просто он мне сказал в довольно-таки неприятной форме, что долг вернуть не сможет! А вы на этой встрече все-таки хотите получить гарантии возврата долга? Да! Я хотел бы поставить все точки на «д». И вот что, ребята, мне бы хотелось, чтобы вы оба присутствовали при этой встрече! Вить, мы не едем на адрес! Разворачивайся! Понял! Что это значит? Обманули вы нас, Владимир Александрович! Вот что это значит! Существует два вида охраны. Имиджевая и скрытая. Что имеется в виду? Ну, например, какая-нибудь певичка раскручивается до такой степени известности, что на улице из десяти прохожих ее узнают аж трое. Что она делает? Она тут же заводит себе охрану. Имидж. Как правило, это устрашающего вида молодцы. И вот задача такой охраны заключается… Извините. Слушаю. Роман Александрович, это Тихомиров. Да, слушаю. Давай быстро, у меня лекция. Вынужден срочно произвести эвакуацию клиента. Причина? Большая вероятность, что встреча клиента закончится перестрелкой. Ясно. Подробности укажешь в отчете. Понял. Давай вези его в контору, возил Петрова. Пусть разруливает ситуацию. Ну, а ты сам ко мне на ковер. Я скоро буду. Есть. Что вы себе позволяете? Я позволяю себе выполнять работу, за которую вы платите деньги. Сейчас мы поедем к нам в контору, и там вашей проблемой займется кризис-менеджер. И вот ему вы расскажете все обстоятельства в подробностях. Владимир Александрович, вам не придется расставлять все точки над «и». Все точки расставит он. Ты почему не проверил, с кем встречается клиент? Он сказал, что это его новый партнер. Что? Я не ослышался. Сказал? Да мало ли что он сказал. Ты должен был проверить. Проверить. Ты уже не стажер. Третий год работаешь. Должен хоть чему-то научиться. Я в машине заметил, что клиент нервничает. Поздно заметил, Толя. Поздно. Роман Александрович, вас там Алтунин дожидается. Ему на два часа было назначено. Свободен. О своих выводах сообщу позже. Могло быть и хуже. Ну чё-чё-чё-чё-чё? Толя, шеф так на колено насадил, ты теперь сам с собой разговариваешь? Да нет, Серёга, обошлось без травм. Будем считать, что Хамза сегодня в лирике. Приговор пока не огласил. Ну да. Дал время на обдумывание последнего желания, да? Кстати, ты знаешь последний анекдот про золотую рыбку? Нет. Ну, их теологи скрестили золотую рыбку и пиранью. Ну, теперь золотая рыбка исполняет три последних желания. А! Ну да. Ты куда ты пошёл-то? Там тоже. Нормально. Ну, подожди. Анастасия Глебовна. Алтунин. Дмитрий Дмитриевич. Так. Генеральный директор фирмы «Инвестальянс». Ага. В шестидесятого года рождения, образование высшее, окончил Одесский институт народного хозяйства. Разведён, имеет дочь, к уголовной ответственности не привлекался, а к нам обратился по рекомендации Гинделиса Евгения Викторовича. Ага. Прекрасно. Пригласите его. Пожалуйста, проходите. Вас ожидают. Ага. Слушай, я не договорилась. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич. Я Хамза Роман Александрович. Очень приятно. Прошу вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Привет, мартышка! Ты куда-то собралась? Прости, Вер, я совсем забыл. Я догадалась. Знаешь что, Толя, ты здесь больше не живёшь. А где я теперь живу? У тебя есть своя замечательная квартира. Вера, ну прости меня, Вера. Ну, Вера, ну у меня сегодня была такая суматоха на работе. Я с уважением отношусь к твоей профессии. Но, к сожалению, не вижу такого же уважения к моей. Я неоднократно тебе говорила, что эта презентация очень важна для моего карьерного роста. Значит, нужно было позвонить и напомнить. Знаешь что, Толечка? Я пришла к выводу, что мы две лошадки, которые не могут идти в одной упряжке. И у каждой свой маршрут. Так что прошу меня извинить. Меня такси ждёт. Вер, ну, Вер, ну подожди, ну давай не будем говорить глупости. Вера! Да, Роман Александрович. Я понял, Роман Александрович. Хорошо, я через полчаса буду у вас. Есть. Понял. Понял, Роман Александрович. Вера, нам нужно поговорить. Анатолий. Анатолий, может, коньячку? Спасибо, Геннадий Габриилович. Я на работу. Я думаю, ваша проблема решится через некоторое время. Надо только подождать. Как говорит мой внук, не парься, дед. Всё пройдёт. И это тоже. Золотая молодёжь. Эй, мужчина! Загурить не найдётся? Девочкам курить вредно. Дети зелёными будут. Если нет сигарет, так и скажи. И нечего нам лапшу на уши вешать. Вот козёл старый. А ну, стоять! Это чё, наезд? Ну, насчёт козла мне всё ясно. Тут, как говорится, без комментариев. А почему старый? А чё, молодой, что ли? Да. День явно не задался. Этот Толтунин не врёт. Наездов на нему никаких. Фирму его, Инвестальянс, мы проверили. Действительно, тихая, беспроблемная фирма. Так что, попытка прикрыться нами исключена. Работа по Москве? Нет, на выезде. Далеко? Угу. Далеко, Толик. Далеко. Аж за Уралом. А может, он увозит так далеко дочь для того, чтобы спрятать? Может, у него всё-таки есть проблемы? Ты уже пролетел со своим бизнесменом сегодня? Теперь на воду дуешь? Кстати, часть твоей зарплаты я перевёл кризисникам. Угу. Петров со своими ребятами сейчас твой косяк разруливает. На недельку она туда едет. Ну, может, на пару-тройку деньков побольше. А на десять дней не прячут. Прячут обычно надолго. Угу. Зовут охраняемую. Маргарита Дмитриевна Алтунина. Двадцать лет. Студентка Московского университета. К подружке она едет. В Австрии познакомились на горнолыжном курорте. Ну, теперь у подружки день рождения. Вот она её и пригласила. У них там настоящий лес. Медведи бродят. Ну, в общем, глушь, романтика и сказочные летние ночи. Принимающих проверяли? Естественно. Едет Маргарита Алтунина к Анне Генриховне Топаевой. Ровесница. Папа этой Анны, Генрих Эдуардович Топаев, царь бог, в этом городишке, хозяин тамошнего целлюлёзно-бумажного комбината. Угу. В разводе кроме дочери имеет сына Эдуарда Генриховича. А вот сын, в отличие от дочери, проблемный. Наркозависимый. На какой стадии? Больших проблем пока не доставлял, но Москву на обследование уже возили. Ясно. Ну, а если ясно, то завтра можешь готовиться к выезду. Могу идти? Можешь. Да, вот что ещё. Отец Маргариты Алтуниной предупредил, что дочь уже в таком возрасте. Ну, в общем, невеста. Кровь играет, а тут ты появляешься весь из себя такой, с пистолетом, с бицепсами. Роман Александрович, вы же знаете, я с клиентами никогда. С клиентами? Ты замечен не был. Это правда. Господи, ещё этого не хватало. А вот с клиентками, в общем, ты меня понял. Я вас понял. Угу. Гуляй. Добрый день. Здравствуйте. Вы, значит, телохранитель? Ну да. Алтунин. Дмитрий Дмитриевич. Тихомиров Анатолий. Рита. Очень приятно. Познакомились? Да. Ну, пройдёмте к вагону. Извините, но я вам не могу помочь. Почему? Ну, дело в том, что у меня одна рука всегда должна быть свободной. Ах да, вы же телохранитель. Вдруг отстреливаться придётся. Ну, что, папочка, доволен? На хрена мне нужен твой телохранитель, если мне даже сумки самой таскать придётся? Переходный возраст, а не затянулся. Немножко. Всё жду, когда повзрослеет. А почему решили поездом ехать? Всё-таки два дня в пути. Да. Говорит, что боится лететь на самолёте. Нет, в Австрию летал. И хоть бы хны. Капризничает просто. Эту сумку не трогать. Там есть вещи, которые мне понадобятся. Я вообще не вижу необходимости в телохранителе. Это всё папочкина блажь. Однако, в ближайшие десять дней я буду находиться рядом. Заключён договор, и я обязан выполнять свою работу. Вообще-то, быть рядом – это одна из особенностей моей профессии. Я не могу находиться далеко. Я должен постоянно находиться рядом. Я не хочу стеснять вас своим присутствием, и постараюсь вообще быть как можно незаметнее, но… Славное бельишко. Кто здесь? О, господи. Боже, я вас просто не заметила. Ой. Вы так хорошо выполняете свою работу. Прям человек-невидимка. Ой. Простите, вы что-то сказали? Переодевайтесь, не буду вам мешать. Да ладно тебе сидеть. Куда ты? Надо выпить. Срочно. Нам нужны стаканы. За стаканами я сам потом скажу. Надо ходить по дому. Стаканы нужны курочка. Курочка хороша, но с коньячком. Курочка, курочка, курочка. Я тебе… Никакого семнадцатого века. Я тебе говорю, нам нужны стаканы, и мы сейчас будем праздновать. А помидорку? Я не хочу никаких помидоров. Знаешь, у меня мама педагог английского языка, и она меня лучшего занимает. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а денюжку за белье вам сейчас отдавать? Когда принесут, тогда и отдадите. Ага. А скажите, пожалуйста, еще, милиция ваш состав сопровождает? Сопровождает. У вас что-то случилось? Нет, у меня ничего не случилось. Я просто интересуюсь. А в каком вагоне? В восьмом. Спасибо огромное. Да ну что вы, пожалуйста. Да. Здорово, хозяйка. Здоровей, видали? А-а-а-а! Рит, ну это катастрофа. Туалеты еще полчаса будут закрыты. Представляешь? Ой! Извините, ради Бога, я купе ошибся. Извините. Без проблем, брат. Без проблем. Давай выпьем, давай выпьем. Сейчас кореш принесет стаканчики. Мы с тобой посидим, поговорим. Извините, ради Бога. Я с женой, а она… Она запах не переносит. Жена. Ну, как знаешь. Извини. Хорошо посидеть? Да, посидим. Хорошо, душевно. Опять же, просторы страны. Что это делать? Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты что, боишься, что меня украдут? Нет, не боюсь. Зачем тогда вся эта суета? Положено. Положено? Кем положено? Инструкции. А-а-а. А как тебя, бишь, зовут-то телохранитель? Я что-то забыла. Анатолий Валентинович. А-а-а. Слушай, а у тебя, наверное, и пистолет есть, Анатолий Валентинович? Есть. Какой? Иш. Чего? Иш-71. Гражданский вариант милицейского Макарова. Гражданский? А что, бывает, еще не гражданский? Бывает, бывает. А какой у тебя рост? Метр девяносто три. Вес? Девяносто два килограмма. Любимые предметы в школе? История, физика, высшая математика. Какими болезнями в детстве переболел? Корь, свинка. Воспаление среднего уха. А любимая поза во время секса? Извините, мне нужно позвонить. Ой, а что такое? Этот ответ не предусмотрен инструкцией. Предпочитаю позу сзади. Что? Нет, ничего. Извините. Чай хотите? Да. Сколько? Два, если можно, с лимоном. Можно. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... – Домчимся быстро. – А мы не торопимся. Как Аня побивает? А, простите, забыл вам сказать. Она просила передать свои извинения за то, что не смогла вас встретить. Ее отец что-то не пустил. Он у нас крут, Генрих Эдуардович-то. Против него слова не скажи. Бесполезно. – Подолго ехать? – Полчасикой на месте. Здравствуйте. На документы ваши можно посмотреть? Это гости Топаева. Я понимаю. Но на документы все-таки хотелось бы взглянуть. Строго, а тут у вас? Вы не могли бы выйти из машины? Что? Будьте добры, выйдите из машины, пожалуйста. Пс-с! Руки на машину! – Чего? – Руки на машину! Быстро! Сань, ты чё, сдурел, что ли? Это ж к Топаеву! У меня здесь ствол. Я частный телохранитель. Что, Анатолий Валентинович? Попали! Как же теперь защищать меня будете в такой позе? Окошко закрой. Кондиционер испортишь. Повернитесь. У вас есть разрешение на ношение оружия? Есть. И соответствующее удостоверение тоже есть. Покажите. Что это у вас здесь за строгости такие? Да распоряжение Генриха Эдуардовича. Да вы на них не обижайтесь. Тут у нас недавно одного из охранников убили. – Застрелили? – Ага. Кто? Чего? А главное – за что? Непонятно. Ну, вот они теперь ретуют так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, здравствуйте. С прибытием. Спасибо. Вы, стало быть, Маргарита. Да, Маргарита. А вы Тихомиров Анатолий. Совершенно верно. Богданов Андрей Ильич, начальник службы безопасности. Очень приятно. Прошу. О, девочка наша, Илья. Анька! Илья! Анька! Привет! Поехали в дом здесь. Духота дикая. Там кондиционеры. Рыжий! Погнали! Да не волнуйтесь. Она тут в полной безопасности. Федюня, гони машину к гостевому домику. Вещи отнесешь. Четырнадцатый номер. Давай. Мы будем жить в одном номере. А он снежный. Прошу. Ну, как доехали? Нормально. Вы к нам с оружием прибыли. С оружием. Оружие вам придется сдать. Не могу. Ладно. Я поговорю с хозяином. Ну, а пока вопрос не прояснится, убедительно прошу к хозяйскому дому близко не подходить. Это приказ. У меня подопечная. Да ничего не случится с подопечной. Тихо тут у нас. Сигнализация понатыкана, мышь не проскочит. Из самого Красноярска спецов вызывали. Да, они эту технику целый месяц устанавливали. Ну, а потом охрана. Мы им новые ружья закупили. Будьте нате. Прошлой зимой к нам из лес двухметровый шатун вышел. Медведь? Ну, так один мой парнишечка из охраны. Из этого ружья по нему сжахнул. На повал. С первого выстрела. А если человеку в голову попадет? Оторвет башку к чертовой матери. А уже приходилось в людей стрелять? Да нет. Нет. Тихо у нас тут. А из дома крепость сделали. Ну, а как же иначе? Это же не дом престарелых. У нас тут резиденция самого богатого человека в крае. Как же не беречься? Сами понимаете. Ну, вот он. Наш костевой домик. Прошу. А еще кто-то здесь живет? Нет пока. Но ожидаются гости. Да. Солидный теремок. Солидный теремок. У вас фонарь неисправен. Исправим. Коли гость того просит. Прошу. Нам на второй этаж. Фонарь ему лишь не светит. Смотри-ка чего. Удумал. А вот ваши апартаменты. Располагайтесь. Спасибо. Ну как, нравится? Ничего. Уютненько. 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 Ну, судя по тому, что я не вижу телефона, связи ни с хозяйским домом, ни с охраной нет. Нет. Значит, необходимо поставить двухстороннюю рацию. На первом этаже у вас огнетушитель просрочен. Необходимо заменить. Верхняя ступенька на лестнице шатается. Необходимо закрепить. Далее. Необходимо поменять замок на входной двери. Замок? Да. Почему? Потому что он сквозной. Ну и что? Через сквозной замок возможен поджог. Кстати, необходима веревочная лестница для эвакуации на случай пожара. Во входной двери отсутствует глазок. Нужно поставить и в обеих комнатах повесить плотные шторы. Ну а шторы-то? Шторы тебе зачем? В темное время суток, при включенном свете. Снаружи видно все, что происходит внутри. Дальше. Задвижка в комнате охраняемой слабенькая. Нужно поменять. Задвижка слабенькая? Ага. Извините, пожалуйста, Андрей Ильич. На одних соплях держится. Да. Ну, паря. Ты и фрукт. А что делать, а? Работу работать приехал, да? И все понял, командира? Ну и замечательно. Только я тебе вот что скажу. Может, у вас в Москве и творятся такие страсти Господни, что вы сюда такие пуганные приехали. Но у нас-то тут, дорогой ты мой человечек, я тебе еще раз повторяю, у нас тут тихо и спокойно. Урод, отпусти меня, сволочь! Отпусти меня, я сказал! Кому сказал, отпусти меня! Урод, а! Отпусти ты меня! Сволочь! Отпусти меня! Отпусти меня! Черт! Опять Эдик бузит! Отпусти меня! Отпусти меня! Постой! Тебе туда нельзя! Между прочим, там моя подопечная! Да ничего не случится с твоей подопечной! Да пусти ты мне урод! Держи, держи, держи! Отпусти меня! Отпусти меня! Все! Отпусти меня! Все, все! Отпусти меня! Удиви! Отпусти меня! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не надо меня пугать! Не надо меня пугать! Что там за вопли? Не обращай внимания. У нас это периодически бывает. Не надо меня пугать! Ой, Эдик Ломков. Он что, наркоман? Отвусти меня! Да. Рита! Я скажу, с ума, сделай для меня, о-о, ну да! Новый стайл, в нем ту смайл, лучший для тебя! Рита, у вас все в порядке? Это Анатолий. Да! Ну и хорошо, что да. Рита! 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 РИТМИЯ РИТМИЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодцы! Хорошие собачки! Вам чем-то помочь? Да нет, я так просто прогуливаюсь. Любопытствую. Очень хорошо. Прогуливайтесь. Ну да. Спасибо. Ну-ка, тихо. Тихо. Здрасте. 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 Приятного аппетита. Спасибо. Чем-то интересуетесь? Не-не, ничего. Я так просто хожу. Осваиваюсь. Вообще-то, посторонним в помещении охраны находиться нельзя. Так я же не совсем посторонний. Да, я в некотором смысле ваш коллега. Вы телохранитель этой девушки из Москвы, да? Ага. Ну и когда Москва, а? Стоит? Стоит, стоит. Ты чего, Кирюха? В Москву собрался? Да нет, так просто спрашиваю. Ну и чё там в Москве? Неплохо платят? Нормально платят. На хлеб с маслом хватает. Да вы там на масло-то поди икорку красную насыпаете. Да, и такой праздник бывает. Может, картишки с нами? Не, со мной нельзя играть. А чё? Скучно. Я всё время выигрываю. Выйдем-ка. Тебя как по батюшке-то? Валентинович. Валентинович. Так вот, Анатолий Валентинович, я тебя очень прошу, ты по территории-то особо не броди. А особо это как? Особо? Ну, это несуй нос туда, куда не надо. А куда не надо? А никуда не надо. Ясно? Неясно. А чё тебе неясно? А мне неясно, почему вы мне тыкаете. Мы с вами, кажется, на бордершафт ещё не пили. Так. И ещё мне неясно, почему из всей вашей системы видеонаблюдения работает только одна видеокамера? Давай... А давайте так распределимся. Вы занимаетесь своим делом, а я своим. А я, между прочим, и занимаюсь. Своим делом. Я ведь ссориться-то не хочу. А мы пока и не ссоримся. Но скажу. Ну, приехал ты в гости. Ну, и веди себя прилично. И не надо этих московских понтов. Ясно? Теперь ясно. Ну, а пока я не решу вопрос с твоим пистолетом. С вашим. С вашим пистолетом. Я вас очень прошу находиться в гостевом домике. Ну, или около него. Ясно? Прошу. Он уже родственника в дом по спишку пускает. А она размечталась. Встречать он ее будет. Как же, сейчас, у ворот с цветами. Потому что не ты у него сестра родная, а богатство его. Ты не кричи на меня. А я не кричу. Просто не надо было сюда ехать вообще, и все. Ты сам знаешь, что нельзя было сюда не ехать. Вот и получай теперь брата у гостеприимства. Добрый день. Здрасте. И принеси мою сумочку, пожалуйста, Саш. Я в машине ее забыла. А там лекарство мое. Да знаю я, знаю. Я еду в город. Анатолий, Александр, Анют, ну, ты хозяйка, давай командуй, куда едем, чего смотрим. Наверное, сначала в парк, там очень красиво. Потом по городу покатаемся, в центре погуляем. Там краеведческий музей есть. Ой, давайте в музей не пойдем. Ну, что там смотреть, пыльные чучела, что ли? Ну, почему пыльные чучела сразу? Там еще лапти разные на стенах развешаны. Ложки-кварешки деревянные. Ну, какие-нибудь кафешки приличные у вас есть? Конечно. У нас классные ночные клубы. Ладно, девчонки, давайте поедем, а по ходу дела разберемся, что к чему. Ладно, давайте поедем. Дядя, она оказалась совершенно безобидной. Да, она очень самоуверенной. Пытался нас споить, но в результате сам наклюкался так, что мама не горюй. Тирольский танец на столе. Дядя Саш, а дядя Люда сильно похудела. Да уж, здоровья у нее не прибавилось, это точно. Папочке твоему спасибо. Аню, значит, твой юбилей тоже будем отмечать? 20 лет – это дата. Почему тоже? У кого-то еще юбилей. Ну, у меня же с папой день рождения в один день. Надо же, прикольно. Что он делает, а? Твою дивизию, а? Тихонь, пацаны, а? Опаньки. Попал, чувак, а? Давай-ка тунем. Ты что, глаза шуи разуй. Давай. Притрыц. У вас есть деньги? Нужно заплатить, сколько они скажут и пускай едут. Чего? Денег я им час я им отсыплю, полный карман. Вы видели? Он сам свой рухлый подстав. Нарочно. Придурец. Окна закройте. Ты что делаете, ты что делаете? Ты что делаете, охренели совсем? Смотри, ну, это же подстава. Яшенька. Какая подстава? Это же дешевая подстава. Чего? Да вы мне, монташку жиряйца, вы на совмешке. Ты что? Я тебе сейчас покажу. Водить научись, выехал. Да ладно, у тебя так дурак. Да ладно, я видел, как вы ехали. Чего ты ерунда, блин? Чего сидите, господин телохранитель? Я вам пока ничего не угрожу. Чего? Ничего, заблокируйте двери. Ты что сдурел? Его сейчас убьют. Отойди от машины. Что ты что делаешь? Что ты делаешь? Ты чего? Я сказал, на землю все, лицо вниз, быстро! Тихо, 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 тихо. Да что, машина? Лицо вниз, я сказал, все! Следующий выстрел на поражение. Ноги шире, руки в рост. Лежать не дюркаться. Вот так вот и лежи, Вадим, в машину. Ноги шире, лицом отгнулись в землю. Вот так. Лежим, не двигаемся. Считаем до ста. Потом можно подниматься. Не слышу! Один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Вот полюбуйтесь, а. Что творят? Что творят? Из меня же еще хотели деньги получить. Ну что, по училиуму разума наших рэкетиров не доделаны. Да, шалят у нас на дорогах, дурью маятся. Как увидят незнакомую машину, сразу подставляются, чтоб денег срубить. Потом они свою сами ремонтируют, а деньги пропивают. Ну куда ж у вас милиция-то смотрит? Ну, известно куда. Не туда, куда нам бы хотелось. Прикинь, что надо для ремонта, потом мне доложишь. А сколько мне готовить денег-то? Да нисколько. Ну, вы же наш гость. Загоняйте машину. Спасибо. Слушаю. Ты никак не успокоишься, сволочь? Скажите, а через эту дверь тоже можно в дом напасть? Можно. Чё, нравится? Знатный агрегат, а? Хорошая машина. Только в обслуживании, дорогая. В обслуживании. А мой родственник не бедный. Ещё и не то может себе позволить. У человека бабок немерено. А родной сестре на лечение дать нет. Нет! За границей, видите ли, лечение слишком дорого. Да. О как! А то, что у нас здесь лечиться, что за деньги, что бесплатно, всё одно бесполезно. Это ему не докажешь. Ну, не нравится тебе за границей. А чего ты тогда туда намылился, спрашиваешь? Вот чего? Топаев собрался за границу? Конечно. Надолго? Ну, говорит, что на месяц-другой. Но вот я уверен, насовсем сваливает. А когда он собирается уезжать? Ну, сейчас юбилей пройдёт, водки попьёт, икры пожрёт, выспится, соберёт чемоданы и уносит ноги. Ладно, пойду я. Разболтался с вами. Уважаемый, можно вас на минутку? А кто эту машину так изуродовал? А-а-а. Вы царапины имеете в виду? Да пацаны баловались. Водитель машину в городе ненадолго без присмотра оставил, возвращается, а тут это. Значит, сам он не видел, что это пацан Вах. Не видел. Да кому ещё такое в голову может прийти? Детвора баловались, как пить дать. А давно появились эти царапины? Да. Да. Дня три назад. Музыка. 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 Вы меня пугать! Значит, спокойно тут у вас говорили. Тишь да гладь! В чем дело-то? А в том дело, Андрей Ильич, что хозяина вашего пытаются убить. Вполне возможно, что его заказали. Но ты полегче! Полегче! Да я не буду полегче! У меня девчонка, за которую я башкой отвечаю! А вы меня тут успокоительным кормите! Слушай, не надо придумывать! Что я придумываю? Что? Что вашего охранника несколько дней назад застрелили? Это я придумываю! Или что машину вашего хозяина явно пытались вскрыть? Это я придумываю! Блок-пост за три километра от усадьбы поставили! Тоже просто так? Или, может быть, он мне померечился? Ну да! Есть проблемы! У Топаева такой комбинат! Многие миллионы годового оборота! Конечно, у него есть враги! Да! Пасут его! Но мы эти проблемы решаем! Значит, пасут! Кто? Ну, по фамильной я не знаю! Но есть любители чужого добра! Между прочим, мне его убить предлагали! Кто? Кто? Вышли на меня какие-то посредники? Сначала мягко обрабатывали! А потом напрямую! Предложили убить хозяина! За очень приличные деньги! Но я тут же доложил Топаеву! Как же они не побоялись таким предложением к начальнику охраны? Да не был я тогда начальником! Я же все больше по хозяйственной части! Это уж потом Топаев меня вроде как отблагодарил! Понятно! Вы мне машину дадите? Зачем? До вокзала доехать! До вокзала? Уезжаем, Андрей Ильич! Немедленно! Эвакуация! Охраняем его из зон риска! Эти сумки в салон поставьте! Так они же поместятся! Багажник почти пустой! Я говорю, эти сумки поставьте в салон, пожалуйста! Подальше надо, подальше! Вот так вот! А что происходит? Мы уезжаем! Почему? Здесь оставаться опасно! Ты что, больной? Или у тебя крыша съехала? Или у нас патологическая мания преследования? Мы каждый год проходим диспансеризацию! Среди других специалистов есть и психиатр! Значит так! Я никуда не поеду! Поедете! Я сказала, я никуда не поеду! Я вам все объясню по дороге! Здесь действительно оставаться небезопасно! Садитесь в машину! Мне не нужны твои объяснения! Мне это глубоко! Фиолетово! Я лично отвечаю за вашу безопасность перед вашим отцом! Садитесь в машину! Да мне наплевать! И на тебя, и на моего папочку! Хорошо! Хорошо, оставайтесь! Я уезжаю! Уезжаешь? Да, я уезжаю! Ну, флаг в руки! И тебя уволят из твоей конторы! А вот это уже совсем не ваша забота! Бывай! Только вещички свои заберите! Я их уже в машину загрузил! Ты загружал, ты и выгружай! Вещички ваши! Вот и забирайте сами! Чего? Ничего! Слышишь, грузчика она себе нашла! Не заберешь свое барахло! Выкинут по дороге! Давай-давай! И нечего на него смотреть! Он тебе не поможет! В конец мажоры обнаглели! Без няньки сами уже ни черта сделать не могут! Давай! Ну ладно, козел! Знаю, мне уже говорили! Ты че, гад! Отпусти! Немедленно! Че, оборзел что ли? А ты говоришь, зачем салон? Все продумано! Поехали! Поехали! Да ты! Да ты попал, ты понял! Да мой отец всю вашу щивую контору нахрен разнесет! О, видишь, уже и папочка понадобился! А то все плевать на него, да плевать на него! Толик! Анатолий! Генрих Эдуардович! Хочет поговорить с вами! О чем? Пойдемте, он ждет! Посторожите, пожалуйста, девушку! И не вздумайте ее жалеть! Ага, щас! Ну, помогай давай! Че ты? Оружие сдайте! Не сдам! Ладно, пошли! Ладно, пошли! Здравствуйте! Вы давно в телохранителях? Третий год! Ну да, ну да! Мне дочка рассказывала про случай на дороге! Вы действовали уверенно! Уверенно! Вы хотите уехать? Да! Почему? Неблагоприятная оперативная обстановка! То есть вы хотите сказать, что здесь опасно? Да! И что же такого опасного вы здесь увидели? Вас разрабатывают! У меня нет полной информации, поэтому о многом я могу только догадываться! Но то, что вам угрожает опасность, это несомненно! Ну, у человека моего уровня могут быть проблемы, но это решаемо! И потом у меня есть охрана! Ваша охрана не справляется со своими обязанностями! Да! Вы так считаете? Да! Ее практически не видно! Доступ в дом свободный! Сегодня я через гараж прошел в дом, дошел практически до самой гостиной, и меня никто не остановил! Ну, это понятно! Вы же не враг! Вы гость! Поэтому у вас… Ваша охрана знает меня всего один день! Они даже не пытались проверить, кто я такой! И откуда я вообще здесь взялся! Зато они прекрасно знают, что я вооружен! Несмотря на это, я свободно разгуливаю по всему дому! Три минуты назад начальник вашей охраны пытался меня на время разоружить! Я не согласился! А он не стал настаивать! Теперь я стою здесь! В кобуре у меня пистолет! До вас всего три метра, а я очень хороший стрелок! Вы хотите сказать, что вас охраняют профессионально? Ворота сделаны по последней моде! Хорошо! Замечательно! С дистанционным управлением! Теперь охрана, сидя у себя в домике, может их открывать, нажимая на кнопочку! Глядя в монитор! А они через монитор видят, кто сидит в машине! Нет! Они видят машину! Да, машина ваша, из вашего гаража, знакомая! А если вашего водителя за 50 метров до ворот выкинули из машины? И теперь там сидят чужие! Из всей системы видеонаблюдения работает только одна видеокамера! Стоило тратить деньги на оборудование? Да! Я слышал, вы собираетесь уехать из страны! И что? Ничего! Очень правильное решение! А за время вашего отсутствия здесь необходимо наладить хорошую охрану! Настоящую охрану! А вы возьмете? Я — нет! Почему? Потому что у меня уже есть работа! Извините! Нам надо ехать! Э… Постойте! Я могу получить телефон вашего начальника? Ну что? Поехали! У меня рука затекла! Ничего, приедем на вокзал — отстегну! А я заявление в милицию напишу! И тебе срок впаяют за насильственное лишение свободы! Это ваше право! Да, Роман Александрович! Мне тут позвонил Топаев! Уже! Быстро он! Рассыпался в комплиментах, нахваливая тебя! Говорит, что профессионалов такого уровня он еще не встречал! И предложил заключить договор на охранные услуги! Отказываться на отрез! А это не тебе решать, Анатолий! Здесь очень сложно! Ну, работа у нас такая! Явные признаки, что покушение готовится есть? Пока я не могу сказать определённо! Ну вот и не паникуй! Поговори поподробнее с Топаевым! Проанализируй ситуацию! Потом наложишь о своих выводах мне! У меня, между прочим, подопечная! Хорошо! Людей на усиление от тебя определил! Напарник твой, Абросимов, вылетит к тебе сегодня же! Пристроишь его к рите Алтуниной! Короче говоря, работай! Жду звонка с докладом! Понял, Роман Александрович! Разворачивай! Так мы не едем на вокзал? Мы не едем на вокзал! Я не ездил! Музыка 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 Что получил пополный, господин телохранитель? Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моё барахло, будьте любезны, отнесите обратно. Лично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Войдите. Вот, решил зайти к вам. Можно? Проходите. К вам новые гости пожаловали? А и доктор приехал. Какой доктор? Вознесенский. Лечащий врач Эдика. Топаев распорядился вызвать. Ну, вы же видели, что сегодня с Эдиком было. А Вознесенский, Виталий Степанович, он у нас в области светила, в наркологии. Эдик у него прям шелковый становится. Отца так не слушает, как этого доктора. А у вас закусочка какая-нибудь есть? Только бутерброды. Ну, давайте бутерброды. Ну, нам, как говорится, предстоит вместе работать. Ну, Топаев мне уже распоряжение дал. Ну, надо выпить. Так сказать, за сотрудничество и... Ну, чтобы на «ты» перейти, а? На «ты» согласен, но вот пить не стану. Я на работе не пью. Да вы пейте, пейте, Андрей Ильич. Чего на меня смотреть-то? Я же не алкоголик. Один пить. Да вы не обижайтесь, Андрей Ильич. Ну, я действительно на работе не пью. Такой, понимаешь, принцип. Ну, а это ты на компрессы оставь, что ли? Если, не дай бог, заболеешь. Вдруг. Это вас так в вашем охранном агентстве дрессирует мощно, да? Нет. Просто я с детства такой дрессированный. Что, трудное детство? Пьющий папа? Нет. Детство у меня было очень счастливое. Да. А батя пил и пьет. Ни больше, ни меньше, чем все нормальные мужики. Какой загадочный для меня вид живот. Но нормальный мужчина — это как? Ну, ты-то абсолютно ненормальный. Просто патологически правильный. Идеальный мужчина. Ну, колись, господин телохранитель. Какие у тебя еще признаки идеального мужчины? Я мастер спорта по боксу. Отлично. Да, я даже был кандидатом в сборную России. С ума сойти. Что еще? Я закончил факультет психологии Московского государственного университета. Сейчас в аспирантуре пишу диссертацию по проблемам спортивной психологии. С ума сойти. Хочу прогуляться. А что, здесь действительно так опасно? Но я бы предпочел вас отсюда увезти. Что ж, не увез? Уже не могу. Я теперь еще и на Топаева работаю. А я? Ты теперь не мой телохранитель? Завтра приедет мой напарник. Вот он и будет вашим телохранителем. Слушай, что ты меня все время выкаешь? Мне же всего 20 лет. Мне не положено. Ты просто уникальное заводище. Какой ты эксклюзив. Ты знаешь, мне не нужен какой-то там напарник. Мне нужен только ты. Что, не понравилось? Да нет, ничего. А мне не понравилось. Между прочим, побриться не мешало бы господин телохранитель. Между прочим. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно. Я к хозяину. На доклад. Спокойной ночи. Хорошо бы, чтобы спокойной. Продолжение следует... Чай будешь? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Толь, ну расскажи, почему ты решил пойти в телохранителя? Ну, а почему решают стать космонавтами, пожарными или милиционерами? Типа, хочешь сказать, что это романтично. Нет, это совсем не романтично. Тебе еще обыденно и даже скучно. Ага, рассказывай. Ты, блин, как ковбой пулял. Эти пацаны конкретно обделались на дороге. Ты на каком факультете в университете учишься? Я на географическом. Путешествовать люблю. Понятно. Ну? Ну, а как ты стал телохранителем-то? Курсы закончил. Ну? Я серьезно занимался боксом. Был мастером спорта. Меня даже в сборную приглашали. Потом у меня была травма. Со спортом пришлось завязать. Пробовал тренировать мальчишек. Не пошло. Ну, и тогда мой тренер порекомендовал меня моему нынешнему начальнику. Ну, а не друзья. Ну, вот так, собственно. Я и стал телохранителем. Да. Очень эмоциональный и захватывающий рассказ. Если честно, очень спать хочется. Ну, ладно. Пойдем спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, ладно. Все. А вы куда поперлись ночью? Ну, зачем? Куда? А нам, значит, рукава нету. Разве ли тут зверей каких-то? Ну, а как же? Днем гуляйте себе на здоровье. Тихо-тихо. Да ладно. Как я в таком времени покажу? Тихо-тихо. 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 О. Доброе утро. Ты что сделаешь? Нет ничего трогательней. Зрелище сонного, испуганного, сильного мужика. Рита, значит, давай договоримся без этих штучек. Каких штучек? Глупых. А вдруг я в тебя влюбилась? Значит, Маргарита, объясняю тебе первый и последний раз. Я — телохранитель, ты — охраняемая. И это всё. Ладно, подумаешь. А спать ты, кстати, гораст и храпишь, между прочим. Храпишься. Да? Да. Эх. Эйх. Эйх. Эйх, эйх. Эйх. Эд! Эх... Эх. Не дождетесь. Вызывали, Генрих Эдуардович? Нет, ты сам сюда пришел. Чего ты глупые вопросы задаешь? Давай, через час ко мне этого... Москвича. Понял. Понял, иди. Тебе звонили. Кто? Какая-то Вера. Что? Почему ты меня не позвала? Чего ты орешь-то? Потому что ты мылся в ванной. Очень нужно мне на тебя голову смотреть. Что? Что она сказала? Ничего. Как, совсем ничего? Ничего особенного. Ну... Спросила, где ты. Я сказала, что ты в ванной. Она бросила трубку. Черт! Почему ты взяла мой телефон? Потому что он звонил и действовал мне на нервы. Нельзя брать чужие вещи. Тебе этого не говорили в детстве. Давай еще, поучи меня. На! Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Войдите! Доброе утро! А Виталий Степанович шел из гостевого домика в хозяйстве. К этим он шел. Мои ребята уже выпустили из вольера пса. Он накинулся на доктора и потрипал его. Слава Богу, Виталий Степанович был уже недалеко от дома, когда собака на него выскочила. А этих, значит, заступился за своего доктора. Взял ружье и пристрелил собаку. Ну, да. Бежал в дежурку. Там никого не было. Зато ружье было. Вообще, Виталий Степанович как-то странно действует на Эдика. Странно? Ну, да. После его лечения. Эдик как под гипнозом. Вообще, у меня такое ощущение, что Эдик боится Вознесенского. Боится? Ну, у меня такое ощущение. Ладно. Пойдем. Топаев ждет. Андрей Ильич. А? Да. Вы не обижайтесь на меня за вчерашнее. А на ты ведь можно и без выпивки перейти, да? Можно. Можно и без выпивки. Ладно. Иди. Садитесь. Я дал указание Богданову, чтобы он оказывал всяческое содействие в вашей работе. Скажите, Генрих Эдуардович, вам угрожают? Есть комбинат, продукция которого очень востребована. Есть люди, которые хотели бы этот комбинат приобрести. Тот, кому он достанется, сильно выиграет. Кто-то конкретно к вам уже обращался с предложением продать комбинат? Было несколько звонков от нескольких желающих. И после этого у вас начались проблемы? Ну, меня, скажем так, предупредили. И попросили хорошенько подумать, прежде чем решить, кому я буду продавать комбинат. Кто конкретно вас предупреждал? Не знаю. Помянуть, кто же обращается с угрозами напрямую? Так. Звонки, подставные лица. Скажите, Генрих Эдуардович, а вы собираетесь продавать комбинат? А зачем вам это знать? Ваша задача – обеспечить мне эффективную охрану, а не разбираться с моими неизвестными противниками. Я могу начинать работать? Можете, можете. И чем скорее, тем лучше. А это чьи машины? Это охранников. А можно их оставлять за территорию усадьбы, ворота? Зачем? Ну, когда у охранника выходной, машина больше суток находится около его дома. За это время ее спокойно можно заминировать. Вот зря ты так, Андрей Ильич. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть, если тебя вон завербовать хотят. Ну, хорошо, хорошо. Будут оставлять за территорией. А это что за дверь? Ну, это черный ход. Он ведет на кухню, в подсобные помещения. Заперто? Нет, зачем? Тут же отходы выносим. Да и потом мы все пользуемся гораздо чаще, чем главным ходом. Это удобнее. А как вы мусор выводите? Приезжает машина и грузит контейнер. Часто? Через день. Ну, вот эта лестница наверх, в жилые помещения. А там кухня. Вот. Андрей Ильич, скажи-ка, а какие-то посторонние машины, ну, кроме, ну, сыровоза и машин охранников, заезжают на территорию? Ну, например, там, я не знаю, продукты привозят или белье из прачечной. Ну, стирка-то у нас здесь, в доме. А продукты привозят утром. Машина от ресторана. Ну, а ресторан принадлежит Топаеву. Ну, ресторан, естественно… В городе. Понятно. Значит, машина всю ночь находится где-то в городе. В гараже, ресторана. Понятно. Андрей Ильич. Что? Все-таки машину за продуктами лучше отправлять отсюда. И вообще, готовить лучше здесь. Думаешь, травануть могут? Да легко. Извини, Андрей Ильич, начальство. Здравствуйте, Роман Александрович. Да, я сам собирался позвонить. Разговаривал с Топаевым? Разговаривал. И что? Кто-то хотел выкупить у Топаева бизнес, а он отказал. Никаких подробностей он сообщать не намерен, поэтому мне нужна информация о бизнесе Топаева. К тебе Абрусимов сегодня приезжает. Это хорошо. Я пришлю за ним машину. Ну, лады, созвонимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Гуляли? Ну, так. Осматривал территорию. Да. Генри в хорошем месте дом построил. Воздух здесь замечательный. Да. А вы, значит, и есть тот самый отважный телохранитель? Почему отважный? Ну, мне муж рассказывал о вчерашнем происшествии на дороге. А вы, значит, на юбилей к брату приехали? Да. А много родственников приедет? Да у нас, собственно, и родственников-то нет. Мы с Генрихом, Юра еще должен приехать, наш сводный брат. Он, кстати, москвич, ваш земляк. Да. А чем занимается? Был бизнесмена. Был? Ну, какие-то у него там случились неприятности, бизнес расстроился, влез в долги. Вообще-то я не знаю, чем он сейчас занимается. Мы давно не виделись. А почему же Генрих Эдуардович ему не помог? Вы знаете, Генрих утверждает, что голодному не надо давать рыбу. Голодному надо дать удочку. Он предлагал Юре открыть здесь какое-нибудь совместное с ним дело. Юра отказался. Кто из Москвы поедет в эту глухомань? Ладно, пойду пройдусь. Что-то мне нехорошо. Ой, ой, здрасте, господин телохранитель. Здравствуйте. Ой, ой, ну помогите-ка нам. Что-то у нас тут. Пожалуйста. Я в гости решила зайти. Пожалуйста. Ну, ты, естественно, пить не будешь. Я, естественно, пить не буду. Ну и прекрасно. Нам с Аньечкой больше достанется. Ой. Вот видишь, Анька, какой у меня телохранитель правильный. Не пьет, не курит. Морально устойчив. Один изъян. Храпит, как трактор. Воспитывает меня постоянно. Я вот еще удивляюсь, как он мне ничего не сказал по поводу вина. Вообще, в магазинах лицам не достигшим двадцать одного года спиртное не отпускают. Видала. Робот-няня. Киборг. Ой. Где ж ты такие магазины-то видел, господин телохранитель? Мне попадались. Ну так, давайте и выпьем. За то, чтоб такие магазины исчезли с лица земли. Спасибо. Ура. 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 Анечка, угощайся. Ты мне вот что лучше скажи, господин телохранитель. Что ж ты, когда на нашу машину эти отморозки напали, не пошел нас защищать? Для вас, Маргарита, прямой угрозы не было. А Анин дядя мог сам с ними разобраться. А если бы они начали бить дядю Сашу? Но они ведь не начали. То есть ты меня защищал, а на дядю Сашу и Анечку тебе наплевать. У нас был один случай. Наш охранник сопровождал клиентов в загородный дом. По дороге они увидели аварию. Автомобиль, разбитая детская коляска. И обезумевшая женщина, которая металась по дороге. Водитель автомобиля стоял на коленях перед коляской. Клиент приказал остановиться. В результате его расстреляли в упор. Автомобильная авария – самый расхожий пример из наших учебников. Останавливаться нельзя. Стопроцентная ловушка. Ну, а если это на самом деле авария? На дороге много машин. Кто-нибудь обязательно остановится и поможет. О, видала. Вот это принципы. Здравствуйте. Здравствуйте. Богданов Андрей Ильич, начальник службы безопасности. Сергей Абросимов, делохранитель. Вот, родственника вам доставили. Ну, проходите. Прошу вас. Здорово, Ура! Ну, пойдем. Пойдем. Раскинулось море, Рока. О! Здорово, Сыльный. Здорово, Серега. Кх-х-х-х-х-х-х! Это чё там такое? Да это, брат, хозяина. Уже готов юбилей отмечать. Давай-давай-давай. Здравствуйте, барышня. Здравствуйте. Ты чё, Юка, обеих охранять, что ли? Это счастье-то какое, а? Да ты не волнуйся. Скоро это счастье тебе достанется. Раскинулось море широко, и волны большую сдали. Давай. Вот. Давай-давай. Ну. Вот и всё, поехали. Валёка! Подальше от этой земли! Ну, ты давай поаккуратнее. Давай, кочегар. О-о-о! Пошли, пошли. Шикарно! Модерного! Уральцы! Номер люкс у вас. Ну, садись. Слушайте, уральцы, а я же вас знаю. Вот же наверняка выпить-то есть, а? Есть? Андрей Ильич, по-моему, если ему налить ещё сто грамм, он спечётся. Федюнь, ну, принеси там. Федюнь, а? Вот за что люблю уральцев, а? Сказано сделано. Не то, что это фуфло московское. А вы сами, простите, откуда будете? Я из Москвы. А! Ну что, уральцы, давай со мной выпьем, а? Жахнем за приезд, за знакомство, а? Да жахнем, жахнем. Вот это разговор. А то я тут еду как-то в самолёте с мужиком одним. Пафосный такой попался. Весь такой из себя интеллигент. Он, пальцы гнёт такой весь, короче, только яйца, выше только горы. Вот это всё, вот это вот, вот эти, все эти дела. Короче, выпить отказывается. Я ему так, 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 ни в какую. Нет и всё. Упёрся. На это сначала. Я-то его уговорил. Короче, нажрались мы с ним в лыскуты. Мужик попался исключительный. О! О! Куртку мне подарил. Берёт, снимай с себя. Юрец, для тебя ничего не жалко. Берёт и дарит мне куртку. Вот такой мужик. А? А сам-то в чём остался? Кто? Ну, мужик-то этот. А, так я же ему со своего, ну, плеча беру тоже, снял ему всё. Юрец, братан, по братану. Мы с ним побродались. Представляешь, вот такой мужик. А документы где? О, Раня, ты что, мед, что ли, а? Ну, почти. Документы-то ваши где? Какие документы? Да любые документы. Ну, паспорт ваш где? Ой-ё! Паспорт, паспорт. Где он? Ву! Ты что думаешь, я беспаспортный, что ли? О, Куралис, подозрительный какой! Должанский Давид Самуилович. Кто? Вы, Должанский Давид Самуилович? Это что, там так написано, что ли? Да, там так написано. Нет, нет, я не Давид, я Юрий. Меня, между прочим, в честь Гагарина назвали. Шалыгин я. Да, да. Ну-ка, дай сюда. Вот так. Ну вот, все правильно. Это не я. Что? А ваш паспорт, значит, остался в куртке, которую вы отдали тому мужику, да? Значит, остался. Эх, священный Байкал, а? Вот она моя белая горячечка, а? Да ладно, Аня, посиди еще. Ну, я пойду. Анатолий Валентинович, поздно уже? Да ладно, поздно, одиннадцать часов. Я, наверное, вас провожу? Не стоит, я же дома. Ладно, не слушай ее, пойдем уже проводим. Ты иди к себе в номер располагайся, я к тебе зайду чуть ближе. Кстати, Маргарита Дмитриевна. Да? Вот это ваш новый телохранитель. Сергей Обрусимов. Ну вот. Ну что, до завтра? До завтра. Пока. Спасибо. Пока. До своей ты, Вере, дозвонился? Нет. Она твоя женщина? А знаешь, у меня когда-то был мужчина. Когда-то? Ну, год назад — это же когда-то. Да. Год назад — это когда-то. А знаешь, как его звали? Джефф. Ух ты! Американец. Нет, русский. Но он так себя называл. Джефф. Да. На собачью кличку похоже. Дурак. Ну, ну и что там, Джефф? Ничего. Не понравился он моему папочке. И все закончилось. А папочка-то здесь при чем? А папочка шуганул Джеффа. И все. Прошла любовь. Завяли помидоры. Знаешь, если этот Джефф не стал за тебя бороться и так быстро сдался, значит, туда ему и дорога. Наивный ты, господин телохранитель. Обживаешься? Ну? Ну, чё? Рассказывай, каратенечка. А-а-а. Да что рассказывать-то? Клиент непростой. Информации никакой не дает. Из-за его молчания не могу определить степень опасности. А территория усадьбы большая? Внушительная. Охрана? По количественному составу достаточно. А обучена так себе. Вчера сын хозяина застрелил собаку. О как. Да. А чё это вдруг? Наркоман. Ты, кстати, обрати на него внимание. Обращу. Так. Ну, что ещё? По здешним обитателям. Вознесенский. Виталий Степанович, врач-нарколог. Его Топаев выписал из Екатеринбурга для своего сына. Угу. Ну, а кто ещё? В теремочке-то живёт. Людмила, родная сестра Топаева. Её муж, Александр Бондари. Топаева терпеть не могут. Почему? Дела семейные. Ну, Юру Шалыгина ты уже видел. Ну, это… Ах! 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 Ах ты сволочь! Отстань! Я тебе щелаю! Пошла вон, зверюга! Пошла вон! Пошла вон! Зараза такая! Иди сюда! Ах ты дреть такая! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Как ты там его хотел отдать? Ему же без паспорта никуда. А пистолет где твой, дорогой? Какой пистолет? Ну, и что? Вот это! Это след от наплечной кабуры. Что? Ремешки-то хреновые? На мнице экономишь? Да негоди ты ураль, если я выпить хочу. Ну что? Пистолет где твой? Да что ты ко мне провязался? Не брал я твоего пистолета. У меня лопата была, я там ее взял. Это стерва! Слушай, Толя, от него сегодня толк не болится. Пускай выспится, а завтра мы с ним поговорим. Развели ту пупсину. Ну, санаторий. Форменный. Ну, форменный санаторий. А это, что за физкультурник-то? А это местный врач-нарколог Вознесенский, я тебе про него рассказывал. А, ну да. Доброе утро. Здравствуй, Андрей Ильич. Доброе. Я чего спросить хотел, мы машин-то нашу посылать будем за продуктами? Нашу, нашу. Ага. Андрей Ильич, слушай, просьба у меня к тебе одна будет. Ну? Ты же здешнюю территорию, как свои пять пальцев знаешь. Каждой кусть и каждой деревце. Ну? Слушай, ты бы прошелся, посмотрел, не сделал ли здесь кто закладку. Закладку? Ну, схрон. Искать-то чего? Искать. Пистолет в наплечной кобуре. Ты уверен, что пистолет? Не уверен. Ну, не исключай такой возможности. А ты тут без меня не скучай, господин телохранитель. Эти три часа будут для меня пыткой. Давай, давай. Не бойся, скакать от радости будешь. Конечно, буду. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Анатолий. Я ваш сосед. Живу вон в том номере. Виктор. Нет. А вы тоже родственник Генриха Эдуардовича? Нет. А кто вы тогда, простите? А в чем дело? Охрана. Ну и чего? Вы давно приехали? Сегодня рано утром. Так кем вы все-таки приходитесь, Генриху Эдуардовичу? Будущим зятям. Вопрос еще есть? Нет. Вопросов больше нет. Угу. Пардон моего. Толя! Толь! Я нашел. Вот. А здесь самое глухое место на территории. Ямку-то вырыли, да? Но, судя по всему, еще весной. Это что ж получается? Подкоп? Получается подкоп. Получается подкоп. А ведь на территории посторонних весной не было. Значит, кто-то из своих рыл. Могли рыть и снаружи. Да. Да, Роман Александрович. Мы тут кое-что надыбали для тебя. Реальный интерес к бизнесу Топаева проявили две структуры. Обе московские. Одна еще в 97-м году хотела выкупить у него крупный пакет акций, а другая выходила на него в прошлом году с предложением продать бизнес целиком. И он обеим отказал? Да. Последние три месяца одна юридическая фирма, которая находится в Лихтенштейне, с подачей самого Топаева готовит правовое обеспечение сделки по продаже всего принадлежащего Топаева бизнеса. А кто покупатель? Зарегистрированная в Лихтенштейне фирма. Но за ней стоят не аборигены, а наши ребята. Те, что обращались с Топаевой еще в 97-м году. Возможная интрига. Тебе понятно? Да понять ней некуда. Вторая структура узнала, что Топаев хочет продать свой бизнес и стала на него давить. Если Топаев подпишет договор купли-продажи с их конкурентами, он практически вынесет смертный приговор их бизнесу. Именно так. Поэтому они просто не дадут Топаеву улететь в Лихтенштейне для заключения сделки. Работай, Анатолий. Обо всем накладывай мне. Понятно, Роман Александрович. До связи. Слышь, Андрей Ильич, а ведь убийца уже здесь. на охраняемой нами территории. Только я пока не знаю, кто он. У вас такие лица, как будто началась третья мировая война. Обнаружен подкоп под оградой усадьбы. Подкоп? Угу. Д'Артаньян и три мушкетёра. Дюма, отец, блин. Нам необходима милицейская подмога. Зачем? Андрей Ильич Эдуардович. В доме есть охрана. А может быть, ты хочешь вызвать сюда ещё ОМОН, СОБР, дивизию морских пехотинцев США? Я вам деньги плачу. За то, чтобы вы меня охраняли. А ты хочешь милицию вызвать, да? Нам нужны ещё люди. Вызывай из Москвы. Неужели вам дешевле обойдётся их прилёт из Москвы? Дешевле! Алло, Роман Александрович, это Тихомиров. Мне срочно нужны люди. Человек семь, восемь, в полной экипировке. Шлемы, бронежилеты, карабины. Ну, в общем, режим демонстративной охраны. Необходимо, чтобы они вылетели сегодня же. Хорошо. Номер рейса сообщу. До связи. Угу. Убийца уже у вас в доме. И, скорее всего, это кто-то из ваших гостей. И, соображаешь, что говоришь? Половина из них — мои родственники. Ну, и что? К тому же есть другая половина. Ну, ты знаешь, парень, мне кажется, ты излишне романтично настроен. Генрих Эдуардович, вы ведь уже практически продали свой бизнес одной фирме из Лихтенштейна. Ты откуда знаешь? Да какая разница? Если знаю я, значит, смогу знать и ваши враги. Они никогда не позволят вам подписать этот договор. Они сделают все. Все, Генрих Эдуардович, вплоть до вашего физического устранения. Они знают, что вы покидаете нашу родину сразу же после своего юбилея. А значит, устранить вас должны. Не позже этого срока. Витька! Анька! Слушай, Андрей Ильич, а этот парень, жених Аня, он раньше здесь бывал? Год назад. Но у них что-то не заладилось с Топаевым. Больше не приезжал. А кто он? Чем занимается? Студент. Вместе с Анной учится. Что-то староват он для студента-то. Он после службы в армии по контракту остался. В Чечне служил. Контрактник. Воевал? Ну, не знаю. Мне так Аня сказала. За что купил, за то и продаю. Ну, че, отцы, какой тут у вас экстрим? Через этот подкоп киллер собирается уйти. А почему не войти? Весело. Куда это, Аня? Кататься. Ну, это понятно. Раз на квадроцикле, значит кататься. Стопудово. Киллер человек, который постоянно находится в доме. А здесь его будет ждать машина. Чтобы после убийства можно было быстро уйти. Ку-ку. А вы че тут подкоп вырыли? В войнушку пацаны играете? Ты как сюда попала? А че нельзя? Как ты нас нашла? Увидела, куда вы пошли и пошла за вами. Ага. Ну, в общем, понятно. Везде облом. Подружка со своим типа бойфрендом поехала кататься, но меня забила конкретно. А два телохранителя тут ямы под забором как кроты роют. А мне че делать? Ничего. Лезь назад. Лезь, лезь мы сейчас. А мне, между прочим, скучно. Я говорю, назад лезь. Мы сейчас придем. Серега. Ну займись ты Ритой. А мы с вами, Андрей Ильич, прогуляемся. Вон к твоей опушке. Видал, как интересно-то. Путь отхода это, Андрей Ильич. Да. Если мы дальше по этим меткам пойдем, в Акурат через лес к дороге выйдем. Рубь за сто даю. Вот. Эта лесная дорога ведет к шоссе. Если свернуть здесь, то можно хорошо срезать. Да. Только на машине здесь не проедешь. А вот на мотоцикле можно. Или на квадроцикле. А это похоже на протектор Аниного квадроцикла. Слышь, Андрей Ильич, а у тебя есть запасные ключи от номеров в гостевом доме? Есть. А тебе зачем? А я хочу осмотреть номер нашего женишка-контрактника. Вообще-то это незаконно. Да не волнуйся ты так, Андрей Ильич. Мы быстро. И аккуратно. А что касается законности или незаконности, главный закон телохранителя только один. сохранения безопасности охраняемого. охраняемого. А что касается законов, которые написаны на бумаге, то… Слушай, Толь, ты такая большая зануда. Да. Пойдем отсюда, пока он не вернулся. Ладно, пошли. Роман Александрович, вас к телефону. Сейчас. Одну секунду. Спасибо. Слушай… Роман Александрович, это Тихомиров. Мы подготовили список гостей Топаева. Нужна полная информация о них. И очень быстро. Я тебя понял. Высылай список. Подмогу-то мне отправляете? Готовится. Скоро уж в аэропорт поедутся. Отлично. И вот еще что. Тут должна приехать любовница Топаева. Точнее сказать, бывшая любовница, некая Скворцова Ирина Владимировна. Так вот, у нее с Топаевым есть сын. То есть, внебрачный сын Топаева? Совершенно верно. Но интрига в другом. Она не показывала сына Топаеву пятнадцать лет. Последний раз он его видел в пятилетнем возрасте. Так вот, по этому поводу у меня есть мысль. Я хотел бы обсудить ее с вами. Аня, Ань, подожди, я все объяснил. Аня, ну подожди ты! Ну, вообще-то твой план попахивает авантюрой. Ладно, эта Скворцова ее сыном займусь сам. Спасибо, Роман Александрович. Не за что. Пока. Я хочу с тобой больше разговаривать. Я хочу с тобой больше разговаривать. Я хочу с тобой больше разговаривать. Да подожди ты! Ну, нельзя же так! Оставь меня успокоен! Черт! Черт! Кто? Аня, это Тихомиров Анатолий, телохранитель Риты. Можно с вами поговорить? У вас все в порядке? Да. Аня, скажите, пожалуйста, вы сегодня с Виктором куда ездили? Кататься. А вы можете описать свой маршрут? А что? Что случилось? Ну, долго объяснять. Вы могли бы просто ответить на мой вопрос? Да особого маршрута не было. Мы поехали на базу отдыха солнечная. Там хорошее кафе. А какой дорогой вы туда ехали? Как обычно. По проселку, через лес, потом по шоссе. А долго вы были в кафе? Нет, чуть больше часа. Потом сразу домой. А возвращались по той же дороге, да? Нет, по шоссе. Скажите, а вы с Виктором сегодня поссорились. Из-за чего? Вот это уже мое личное дело. Извините, я устала. Вот он, спящий красавец. Толь, там это, наши прилетели. Группа маскарадных костюмов по вашему приказанию прибыла. Здорово, брат Костюков. Здорово, брат Сихомиров. Ну, как ты здесь, Толяныч? Придумал без вас, Димон. Так вот они мы, прибыли. Ну, теперь я спокоен. А если серьезно, какая задача? Если серьезно, Димон, то твоя задача охранять кабинет хозяина. Круглосуточно. Да вы пока размещайтесь, ужинайте. А с задачами уже потом конкретнее определимся. Понятно. Здорово, брат вам. Здорово. Здорово. Привет. Кстати, с нами родственница хозяина приехала, с сынишкой. Забавно такой паренек. Их сам Хамза в аэропорт приез. Вообще-то это Скворцова с сыном должны были завтра приехать. Ну, сегодня приехали. В чем проблема-то? Пойдем. Сам увидишь, в чем проблема. В дом никого не пускать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сообщили Генриху Эдуардовичу о моем приезде? Ну, конечно, конечно. Он сейчас спустится. Просил подождать. Илья, Илья, прекрати баловаться. Прекрати баловаться, Илья. Сама прекрати, я на машине еду. Тихо. Упала. Здравствуй, Генрих. Здравствуй, Ира. Я рад, что ты приехала. Илья. 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 Познакомься. Это твой папа. Папа. Я в машине приехал. Упала машина тут. Чего ты, а? Молодой человек. Чего? Я вам русским языком объясняю. Пока в дом заходить нельзя. Мне надо поговорить с Аней. Нельзя. Что здесь происходит? Да вот. Мне надо поговорить с Аней. Позже. Сейчас в дом входить нельзя. Мне нельзя? Никому нельзя. Странный какой-то. Пьяный, что ли? Черт. Чуть не забыл. Тебе же факс от хамсы. Нет. Давай пойдем через гараж. А ваш доктор Вознесенский-то дяденька непростой. В каком смысле? Хм. Он проходил тут по одному очень интересному делу. Сначала подозреваемый, потом, правда, следствие перевело его в разряд свидетелей. Два года назад одна его подопечная, находясь в состоянии наркотического опьянения, зарезала спящую мать бизнесменшу. Так вот, в ходе расследования всплыли интересные подробности. И появилась версия, что преступление девушка совершила не сама, а с подачи доктора Вознесенского. Виновность Вознесенского доказать не удалось, хотя мотивация у него была. Эта наркоманка являлась наследницей немалых маминых денег. А свидетели показывали, что у доктора на эту девушку было очень большое влияние. И ты хочешь сказать, что Вознесенского завербовали? Чтобы он как-то там вздрючил Эдика, и тот завалил отца? А почему бы нет? Ты ведь сам говорил, что Эдик после общения с Вознесенским ходит как зомбированный. Ну, ну говорил, ну это уж как-то, ну, ну, ешкин кот, ну это уж слишком. Пойдем-ка, Андрей Ильич, побеседуем с нашим доктором. Виктор, прекратите стрельбу! Если у вас есть проблемы, давайте обсудим! Уйди в комнату, Рита! Уйди в комнату, Рита! Я сказал, в комнату, немедленно! Уйди в комнату, Рита! Рита! Ото обедайте, мальчики! Вся, уйди из коридора! – Гора! – Назад! Быстро! Два. Три. Четыре. Господи, прости. Четыре. Учебное. У него два заряда. Я спровоцирую твердую стрельбу, не дай ему перезарядиться. Да, двое на окна. Стоять! Да он вмазанный! Конкретно вмазанный! Серёга, ты? Ты чё, охренел? Толян! Толян! Толян, чё ты вырубил меня, слышишь? Толян! Толя! Толенька, я так испугалась! Ничего-ничего, все нормально, всё хорошо! Я за тебя испугалась, как дождь эту гранату! Всё, всё, всё! Будь в комнате! Будь в комнате! Будь в комнате! Ну чё? Всё, взяли красавчика! Слушай, ну он конкретно под кайфом! Зачем вы это сделали? Ты, бодигард, ты про любовь чё-нибудь слышал? А? Слышал! А? Откуда у тебя оружие? Это моё оружие! Ты привёз обрез с собой? А как ты думаешь? Зачем? Зачем ты привёз с собой оружие? Это вообще не твоё собачье дело! Наркотики тоже с собой привёз? Неа! Доктор дал! Какой доктор? Хороший доктор! Хороший доктор! Отличный доктор! Кто дал тебе наркотики? Ха-ха-ха! 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 Я ж тебе говорю, здешний айболин! Ха-ха-ха! Который Эдику дурь загоняет, а типа лечит! А сам ему дурь пены толкает! Я! Я хотел Аню! Ну подождите! Я Аньку хотел! Я хотел! Я Аньку хотел увезти! Слышь! Постереги у дверей от греха подальше! Из этого дурдома! Да-да! Кто заказал тебе убийство Топаева? Какое убийство? Что он несет? Тебе напомнить про девочку-наркоманку, которая зарезала свою мать? О, Господи! Да это мне при чем! Следствие во всем разобралось! Плохо оно разобралось! А я ведь сейчас устрою обыск в твоем номере! И устрою его в присутствии Топаева! И найду у вас наркотики! И ты думаешь, Топаев станет обращаться в милицию? Нет! Ты погибнешь! Ты погибнешь от шальной пули наркомана Пастухова, который в состоянии наркотического опьянения стал палить из обреза налево и направо! Хотя… Я могу и в милицию обратиться! Тогда ты просто сядешь! Выбирай! Не надо милиции! Не надо! Пожалуйста, не надо! Хорошо! Что вы от меня хотите? Я хочу знать! Кто заказал тебе убийство Топаева? Что? Как? Я разве должен был его убить? Нет! Ты его убить не должен был! Его должен был убить его собственный сын Эдик! Ты ведь его не лечишь! Я тебе больше скажу! Ты продаешь ему дурь! Он зависит от тебя и сделает все, что ты ему скажешь! Ради очередной дозы! Вплоть до убийства собственного отца! Ну, подождите, подождите! Ну, действительно, я продаю ему наркотики! Ну и все! Никто никакого убийства мне не заказывал! Я клянусь вам! Собирай свои манатки, чтобы я тебя здесь не видел! Извините, а как я объясню это Генриху Эдуардовичу? Мне плевать на твои объяснения! Чтобы через полчаса духу твоего здесь не было! А милиция тобой заинтересуется! Это я тебе обещаю! Я не думала, что он так! Ведь Витя меня любит! И я его тоже! Ну, зачем же он так-то? Ну, тихо-тихо! Серега, иди к тебе в комнату! Толян! Толян! Я что-то как снотворного все равно выпил! Я, наверное, заболел, слышишь? Тихо-тихо-тихо! Аня, может быть, вы мне все-таки расскажете, что произошло между вами и Виктором? Это очень важно! Мы поссорились! Я сказала ему, что после моего и папиного дня рождения я уезжаю из России навсегда! Это вам отец рассказал? Да! Виктор очень сильно расстроился и сказал, что он меня любит! Сильно любит! Ты не хочешь, чтобы я уезжала? А я, а я, я же так, я так сразу не могу! Я сказала, что я поеду с папой, а потом вернусь к нему! Он не поверил мне! Говорит, что отец меня не отпустит! Предложил сегодня же уехать с ним на машине, а я отказалась! Понятно! Так, ну все, ну опять началось! Слушай, ну хочешь, я дам тебе успокоитель? У меня есть очень хороший препарат! Он как стотворное действует, между прочим! Так, а у кого завтра день рождения, а? Познай, что! Если кто-то, у кого завтра день рождения, будет реветь весь день, то он будет с распухшими глазами и красным носом! А в свой день рождения ты должна выглядеть сногсшибательно! Анька, да мы такое завтра придумаем! Ты знаешь что? А мы надуем офигительное количество воздушных шаров! И запустим в небо! Это будет потрясное зрелище! Ты понимаешь? Представляешь, шары летят тысячи! Это же очень красиво! Очень красиво! Да, очень красиво! А к шарам мы привяжем господина телохранителя! Он у нас человек приземленный, мы полетать можем немножко! Я не против! Ну вот видишь, он не против! И полетит у нас Тихомиров, как олимпийский мишка! Я когда была с родителями на закрытии Олимпиады, видела как мишка олимпийский улетал! Представляешь? Это миллион шаров! И медведь летит! И все плачут! И я плачу! Хотя мне было всего четыре года! Пcil! А-а-а. Анюта! Разговор есть серьезный. Генрих Эдуардович, у меня тоже к вам есть вопрос. В коридоре подожди. Нам все-таки придется обратиться к местной милиции. Виктора необходимо передать им. Милиции не будет. Подонка за ворот и все дела. У меня завтра юбилей. И у дочери моей тоже. Дай мне отпраздновать их. Спокойно. Я отвечаю за вашу безопасность и обязан делать то, что положено. Мое начальство мне поручило... Я твое начальство! Ты будешь делать то, что я скажу. Да если ты не понял, то можешь убираться отсюда и... К чертовой матери! Тебе не надоело быть Хэллоуином, Толя? Ты ей почему позволяешь вот так с собой обращаться? Собирай вещи, Рита. Зачем? Здесь оставаться небезопасно. Сегодня собросим, вы переночуете в гостинице в городе. Завтра уезжаете в Москву. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Андрей Ильич, мне машина нужна. Зачем? Хочу Риту Собросимова в город отправить. Переночуют в гостинице, завтра улетят в Москву. А, ну тебе виднее. Сейчас Федюне скажу, он слетает. Ты рацию возьми. Субтитры сделал DimaTorzok Ты слышишь, Андрей Ильич, а прикольно я бы смотрелся в небе на воздушных шарах. Просто сейчас Рита Аня рассказывала, как в детстве была на закрытии Олимпиады в Москве. И видела, как улетает олимпийский мишка. Олимпиада в 80-м году была? В 80-м? В каком же еще-то? Ей же только 20 лет. Кому? Рите. Она не могла быть на закрытии Олимпиады. Она еще не родилась. Я когда была маленькая, мы с родителями были на закрытии Олимпиады. Я видела, как Мишка олимпийский летал. Ты представляешь? Это миллион широких медведей. Это миллион широких медведей. Ну, хочешь, я дам тебе успокоительный. У меня есть очень хороший препарат. И как снотворно действовать. Серега. 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 Черт. Извините. Суда нельзя. Приказ. А вы разве не знаете? Мы сегодня уезжаем. Я Аню ищу. Ну, тихо, тихо, тихо. Ну, что ж. Костюков, ты меня слышишь? Киллер. Рита. Она вооружена. Стоять! Оружие на путь! Живо! Или я ее пристрелю. Дернешься! Убью! Я ее пристрелила. Костюков, срочно отцепите дом. Стоять едет в пилицейский спецназ. Я убью ее! Толя! Послушай меня! Я ведь не мент. Я телохранитель. Это две большие разницы. Для меня важно, чтобы мои потопища не были живы и здоровы. Я дам тебе уйти. Только отпусти Аню. Заткнись! Сейчас слушать будешь ты. Ты сейчас освободишь дом от охраны. Полностью! Хорошо! Внимание всем! Виктор Пастухов взял заложника в гостевом доме. Тихомиров! Срочно рацию мне и Пастухову! Ты меня слышишь? Рацию мне и Пастухову! Ты меня понял? Понял, понял. У тебя десять минут, Тихомиров. Если через десять минут Пастухов не выйдет на связь, я ее убью. Время пошло. Выключите рацию и оставайтесь здесь. Сколько у него заложников? Твой. Муж и жена. Угу. Виктор, это Анатолий. Я уполномочен вести с вами переговоры. Да пошел ты! Виктор, я вас выпущу, но только с одним заложником. С двумя сложнее справиться. Вы же военный человек, должны понимать. Отпустите женщину! Какую из двух? У вас их две? Две! Виктор, отпустите женщин! Одна больна, вторая мать психически нездорового человека. Он без нее пропадет. Да это его проблемы! Мне нужна машина! Виктор, парень ищет мать! Ты что не слышал, а? Мне нужна машина! Я слышал, слышал, понял! Машина будет! Только не стреляйте в дверь! Здесь и этот придурок! Так убери его! Как? Я не знаю, как-то убери его! Виктор, парень начинает нервничать! У него начинается истерика, Виктор! Убери его! Да отойди ты от двери! Все ушли в конец коридора! Все ушли! Все-все, Виктор, все ушли! Возле двери только этот придурок! Но ты не бойся, он уже успокоился! Все, я тоже отошел! Открываю! Миха, не трогай его! Жаль, Толя, топ, я бы ему сейчас! Ничего! Он мне еще нужен! В целости и сохранился! Слушай, Миха, ну ты классный актер! Как-никак за плечами курс в ГИКа! За кров непригодность выгнали! Это они ошиблись! Вот видите, как здесь опасно! Вы нам не верили! А если бы на моем месте был ваш сын, что тогда, а? Значит, слушай меня внимательно! У нас всего три минуты! Я не знаю, о чем ты договорился с Ридой, но Аню ты отсюда не заберешь! Она взяла ее в заложницы! Ты слышишь меня? Подожди, как? Тсс! Слушай меня внимательно! Я тебе сейчас даю рацию! Ты связываешься с Ритой, и первый твой вопрос будет про Аню! Ты убедишься, что я не врут! Договорились! Но потом, потом ты говоришь Рите, что тебе дают машину, и ты уезжаешь отсюда с этим недоразвитым придурком! Потом будешь делать то, что говорит тебе Рита! Пойми! Пойми! Жизня не в твоих руках! Да понял я! Дайте рацию! Рацию! Это Пастухов! Я слышу тебя, Ити! Ты где? Я в гостевом доме! Аня, с тобой? Да! Дай мне с ней поговорить! У нас нет времени! Дай мне с ней поговорить! Это я, Витя! Аня, с тобой все в порядке! Да, Витя, все хорошо! Витя, у нас нет времени! Сука! Сука! Витя, без нервов! Мы выберемся! Вместе! И ты уедешь, Саня, в свой Екатеринбург! Тебе дают машину? Да! Тихомиров, ты где? Я здесь! Тихомиров, ты сейчас уводишь всех людей из дома! Всех-то одного! И сам уйдешь! Ты меня понял? Понял, понял! А дальше что? Дальше ничего! Я выхожу к машине и уезжаю! Мы еще не договорились насчет Ани! Я ее отпущу! Когда? Когда посчитаю нужным! Значит так! Договориться мы можем только так! Вы с Пастуховым выпускаете Аню перед воротами! Только после этого я открою ворота! Второго заложника выпускаете после блокпоста! По-другому не получится! Договорились! Я у входа в дом! Машина в порядке? Вроде в порядке! Попроси поменять машину! И быстро! Хорошо, я понял! Сука хитрая! Рита! Скоро здесь будет милицейский спецназ! А ты быстрее шевелись! Уводи охрану, Тихомиров! Всем, кто находится в доме, немедленно его покинуть! Контрольное время две минуты! Рита! Рита! Я ухожу! Надеюсь, ты сдержишь слово! Дали другую машину! Какая машина? Лег, это машина Топаева! Если я тебя правильно просчитал, умница, то ты придешь именно сюда! Отлично! Жди нас, мы выходим из комнаты! Да, жду! Двигатель машины! Заведем? Да, заведен, Рит! Ну, успокойся, ну! Ты видишь кого-нибудь из охранников? Да ну, нету здесь никого! Жди! Хорошо! Хорошо! Ты! 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 Я тебе тогда соврала! Давай, Тихомира, ты хорошо целуешься. Холодно. Все хорошо, Ань. Все хорошо. Все уже закончилось. Единственное, что я никак не мог понять, зачем она выпустила Пастухова, да еще оружие ему дала. Нелогично это все. Потом только сообразил, что отвлечь она нас хотела. Ей нужна была эта суета вокруг Пастухова и машины возле центрального входа. И как ты только додумался, что она пойдет не к машине, а к черному входу. Так ей проще было бы добраться до подкопа. А что она будет туда пробиваться, я уже стопроцентно понял, когда она очень легко согласилась выпустить Аню перед воротами. Это ее второй прокол. Как с олимпийским мишкой. А ведь хитро было придумано. Киллер и его оруженосец. Они ведь для чего телохранителя наняли? Чтобы воспользоваться его оружием. Человек даже не догадывался, что он оруженосец. А ведь этим оруженосцем должен был быть я. Да. А с мнимым папочкой Алтуниным знаешь, где мы прокололись? С фирмой-то у него все было нормально. Не подкопаешься. А одну слабость человеческую, страстишку, так сказать, прохлопали. Игрок наш Алтунин. Большой карточный долг на нем висел. Вот они его за это и подцепили. Стали дочкой шантажировать. Мол, случится с ней что-то может. В общем, схема не новая. Да. Кстати, настоящая Рита Алтунина в Лондоне учится. Вот такая вот история. Ну ладно, я в агентство. Ты подъедешь? Сегодня нет. Пока. Ты когда домой собираешься, Андрей Ильич? Вечером. А у меня должок остался. Какой должок? Я ведь тогда так и не выпил с тобой. Надо устранить этот пробел. Но ты же на работе-то не пьешь? Или ты сегодня не работаешь? Сегодня не работаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»